В день защиты детей мы решили узнать, что нужно самим детям и что они думают о новых поправках в Конституцию, касающихся их самих. Что такое Конституция? Это такая тонкая книжечка, я в школе видел. Статьи, законы и умные советы. Ее писали умные люди, а другие еще мне приписывали на чистовик. Список самых главных правил. Бинь ее, ну никак. Кто принял самую первую Конституцию? Наверное, какой-то зячка. Это еще древние люди. Большевики. Папа. Зачем вообще нужна Конституция? Чтобы в ней учиться. Это гарантия успешного существования любой страны. Наверное, для того, чтобы люди были умные. Она нужна министрам всяким. Чтобы дети через себя везут и мыли Родину. Какие законы нужно первыми написать для детей? Все время играть, гулять и вообще не ложиться спать. Чтобы мы были самыми главными и командовать. Все игрушки бесплатно. Чтобы родители приходили с работы в оранжевую. Закон, чтобы дети могли вводить спортивные автомобили. 1 июня – день защиты детей. А от кого их нужно защищать? От учителей. Они много домашки задают. От главных плохих людей. Ну как от кого? Конечно, от родителей. Чтобы они давали погулять с девчонками и поиграть в компьютер. Дети могут пойти голосовать за поправки в Конституцию? Странный вопрос вы задаете. Ну, я бы пошел. Нет, я лучше в комп поруглюсь. Да, конечно, могут. Я же сама хожу. Ну, если проводить родителей, то могут. Какие поправки ты бы внес специально ко Дню защиты детей? Что его надо проновать 10 дней, как Новый год. Передай поздравления детям со всей России. Желаю, чтобы мы все поскорее вышли с карантина и встретились во дворе. Я желаю, чтобы домашку отменили и каникулы провели до октября. Живите очень-очень весело. Всех с праздником. Пусть вас никогда не поведут к зубному. Поздравляю с ним за счет детей. Желаю то, чтобы были бесконечные каникулы, постоянно ездили на Мальдивы. Пусть вас всегда любят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...